Мы недооцениваем наших зрителей. В МИИ и МИНИАС, Пушкин подвел итоги 2018 года и объявил планы на 2019. О том, какие выставки зрителям нельзя пропустить, как приучить публику к современному искусству и можно ли защитить шедевры от вандалов, известием рассказала директор Пушкинского музея Марина Лошак. Как вы оцениваете итоги года? Был ли рост числа посетителей по сравнению с 2017? Мне кажется, год был исключительно удачным. Мы сделали очень разные выставки, классического искусства, модернизма, японского искусства. Современное искусство тоже было представлено очень успешно. Главный итог, музей всегда наполнен людьми. Причем вне зависимости от того, идет какая-то громкая выставка или нет. Люди просто приходят в музей, потому что любят его. Думаю, к концу декабря у нас будет максимальное число посетителей, которые, возможно, в нашем музее, это 1,3-1,4 миллиона, так что цифра будет примерно такая же, как в прошлом году. ГМИИ, подчеркивание, 1. Посетители у портрета Елизаветы Гонзага на открытии выставки «Рафаэль». Поэзия образа в Государственном музее изобразительных искусств имени Аспушкина фото, РИА Новости, Владимир Песни, можно ли сказать, что за последние пару лет в обществе изменилось отношение к музеям в целом? Если раньше зрителей привлекали конкретные выставки, например, экспозиции Рафаэля, то теперь они уже ходят не только на громкие имена. Россияне стали культурнее Зельфира Трегулова, Николай Цаскоридзя, Марина Лошак и Василий Лановой прокомментировали результаты опросов ЦИОМа об интересе граждан к искусству, я чувствую, что это так. Цифры это показывают. Действительно, люди ходят в музей как в то место, где они привыкли бывать и где им хорошо. Выставка Рафаэля, кстати, не самая посещаемая по числу посетителей, она идет вровень, а может, и уступает экспозиции шедевры живописи и гравюры эпохи Эда, которая недавно закончилась. Хотя мне казалось, что это значительно более сложная история. Мы недооцениваем наших зрителей. В ГМИ исключительная публика. Это люди самого разного возраста, очень хорошо образованные, думающие, пытающиеся расширить свое представление о мире. Мне кажется, молодежи на японской выставке было даже больше, чем представителей старшего поколения. Можете назвать несколько наиболее важных выставочных проектов 2019 года. В марте мы покажем экспозицию «Лондонская школа» из Тейт Модерн, главный британский музей искусства 20-21 веков. Известия, к нам приедут произведения художников, без которых невозможно понять историю искусства второй половины 20 века, это Люсьен Фрейд, Франк Оуэрбах, Фрэнсис Бэкон и многие другие. Затем наших посетителей ждет грандиозная выставка, посвященная Сергею Щукину, на наш взгляд, главному коллекционеру 20 века. Мы делаем этот проект вместе с Эрмитажем. Важно, что наша версия будет совершенно не похожа на выставку, которая прошла в Париже в фонде. Луи Бетон. Собрала 1,02 тысячных миллиона зрителей и стала самой посещаемой во Франции. Мы хотим сделать более эмоциональную, человеческую историю. Проект будет идти все лето и до конца сентября. Директор Пушкинского музея рассказала о росте доходов, затем мы делаем еще один шаг навстречу британскому искусству, демонстрирующий, что мир культуры не имеет никакого отношения к политике и живет по своим законам. Это большая выставка Томаса Гейнсбора, великого английского художника. Нам навстречу пошли все британские музеи, где есть его работы, включая Национальную галерею, Музей Гейнсбора, Национальную портретную галерею. В галерее искусства стран Европы и Америки ксикс-экс-экс. Веков мы покажем арабески. Восток-запад проект, посвященный влиянию персидского искусства на европейский и русский модернизм. Следом зрители увидят огромную коллекцию фонда. Луи Ветон. Охватывающую произведение от модернизма до классики сегодняшнего дня. А завершим год выставкой к столетию Баухауса, новаторская архитектурно-дизайнерская школа в Германии, где преподавали Василий Кандинский и Пауль Клея. Известие, рассказывающее о судьбе немецкого художника Оскара Шлемера. Кроме того, осенью у нас ожидается выставка якобы Йорданса, где мы соберем все работы фламандского мастера, находящиеся в российских музеях, у нас, в Эрмитаже, в провинциальных коллекциях. Это будет началом нового типа выставок, призванных отразить, как искусство того или иного художника представлено в нашей стране. Напоследок стоит упомянуть наш проект в параллельной программе Венецианской биеннале. Как и в 2016 году, когда мы впервые приняли участие в этом мероприятии, акцент будет на видеоартео. Мы покажем, как отзывается в современном искусстве творчество тентарета, пятисотлетие которого сейчас масштабно отмечается. Гмей, подчеркивание, 2. Посетители на выставке шедевра живописи и гравюры эпохи Эда в Государственном музее изобразительных искусств имени А. Пушкина фото, известия Зураб Дживахадзе, в этом году Гмей впервые представил коллекцию видеоарта. Как она создается? И в чем здесь отличие от формирования коллекции произведений искусства более традиционных жанров? Притягательность музеев символ нашего духовного начала президент Курчатовского института Михаил Ковальчук и директор Гмей Им. А.С. Пушкина Марина Лошак обсудили музейное дело в России. В музее есть фондово-закупочная комиссия и группа кураторов. Кураторы вместе с экспертами, которых они приглашают, показывают вещи, необходимые для приобретения, обосновывают выбор, представляют серьезный научный анализ. В работе комиссии принимают участие крупные специалисты в разных областях. Все обсуждается и принимается совместное решение. Принципиальных отличий от других жанров здесь нет. Другое дело, что вокруг этой коллекции есть своего рода совет патронов. Чтобы попасть в него, достаточно приобрести какую-либо работу или помочь в ее приобретении. Причем не обязательно для этого быть очень богатым человеком. За последнее время мир сильно изменился и сегодня все чаще возникают сообщества людей, покупающих произведения искусства сообща. Имея небольшие деньги, они объединяются и владеют таким экспонатом вместе. Это совершенно другая парадигма участия в жизни искусства. Во многом за этим будущее, потому что это более демократичная, открытая стратегия, объединяющая людей с серьезными гуманитарными интересами. Каким вы видите будущее видеоарта в ГМИ, видеоарт будет присутствовать в нашем музее всюду. В 2020 году в главном здании пройдет большая выставка Билла Виолы, один из ведущих представителей видеоарта. Известие. В течение двух месяцев его выдающиеся произведения будут соседствовать с шедеврами искусства прошлых веков, с работами старых мастеров. Это вечный диалог, поскольку темы, к которым он обращается, тоже вечные, жизнь и смерть, одиночество старости, необходимость и отторжение любви. ГМИ, подчеркивание 3. Выставка Фабриция Плеси душа камня в Государственном музее изобразительных искусств имени АС, Пушкина фото, известие, Алексей Майшев. Искусство любви, выставка Пикассо энд Хохлова посвящена семейной драме Пушкинский музей рассказал о непростых взаимоотношениях художника с русской супругой. Есть ли какой-то магистральный курс при формировании коллекции видеоарта? Может вы хотите в первую очередь обзавестись произведениями, ставшими классикой этого направления или, напротив, современными работами отечественных художников? Нет, мы пытаемся приобрести произведения искусства, которые соответствуют нашему представлению о необходимом. В частности, нас интересуют рефлексии, связанные с интерпретацией искусства прошлого. Именно поэтому мы при помощи нашего патрона приобрели работу современной американской видеохудожницы Ив Сусман, которая работает в этом направлении. Мир видеоарта довольно молодой, но в нем уже существуют большие мастера, произведения которых нам кажутся необходимыми в коллекции. Постепенно мы будем ими обзаводиться. И здесь не стоит рассчитывать на везение, как случалось с коллекциями живописи, которые порой доставались нам целиком. Этот путь мы должны пройти постепенно, опираясь на помощь наших коллег, партнеров, кураторов и других музеев, готовых с нами сотрудничать. Аристократические игры, как русская баронесса покорила Париж. Выставка в Пушкинском музее рассказывает о малоизвестном аспекте рождения французского модернизма. У нас есть планы обмениваться произведениями с ЛАКМА, Лос-Анджелес Канти Музеем О'Арт. Крупнейший художественный музей Калифорнии. Известие. Их группа патронов будет предлагать нам работы какого-нибудь американского художника, а мы в ответ предоставим произведения русского художника. У нас эти художники будут работать, создавать связанные с видеоартом инсталляции, которые потом окажутся в нашей коллекции. Как зрители воспринимают шаги музея в этом направлении? Летом у вас была весьма непростая для восприятия выставка фабриции «Плеси душа камня». Зрители восприняли ее позитивно, она проходила в залах античных слепков и там выглядела естественно. Все зависит от того, насколько органичен художник в своем вторжении в музей. Конечно, когда у нас будет много других помещений, мы сможем выстраивать пространство, целиком посвященное таким проектам. И это один путь. Но не менее интересен другой, по которому мы идем сейчас, интервенция нового искусства в наши классические залы. В случае с Плеси это было красиво и органично. Я не услышала ни одного плохого отзыва. Посетители проявляли интерес, те, кто не понимал, задавали вопросы. Но молодые люди понимали все сразу, поскольку этот язык им близок. Поверить геометрии и гармонию анатомия кубизма в Пушкинском музее рассказывает о процессе формирования нового стиля, можно ли сказать, что зрители в целом стали менее консервативными? Вы их периодически встряхиваете такими проектами, как Октябрь Цея Го Цеяна, когда у фасада Гмеи выстроилась гора детских колясок, или на птичьих правах Тадаси Кавамата, где художник соорудил гнезда из обычных досок. Конечно, публика изменилась. Во многом благодаря таким прививкам. Скажем, к гнездам Тадаси Каваматы люди совершенно спокойно отнеслись. Кстати, мы серьезно работаем не только с обычными зрителями, но и с нашими смотрителями, объясняем им, почему мы это делаем, чему это служит, какова роль такого искусства в нашем музее. Кураторские экскурсии проводятся в первую очередь именно со смотрителями, с ними разговаривают и сами художники. В итоге смотрители всецело на нашей стороне, чего раньше не было, им было немного непривычно видеть в классическом музее вещи, подобные тем, что делают Цаи Го Цан или Тадаси Кавамата. Мы привезли из Токио национальное сокровище руководитель агентства по делам культуры Японии Реха и Мията о выставке искусства эпохи Эда в Москве, гастролях театра Кабуки и впечатлениях от русского балета. Это все создает определенную среду, которая должна быть открыта. Даже если человеку что-то не нравится, он чего-то не понимает, это не должно делать его агрессивным. Самое важное приучить посетителя задавать вопросы и давать на них максимально внятные ответы. Если ответ невнятный, значит, мы не дорабатываем. Потому что все можно объяснить. В 2018 году остров стал вопрос защиты произведения искусства. Огромный резонанс вызвало нападение вандала на картину Ильи Репина в Третьяковской галерее. Музейное сообщество ИГМИИ в частности сделали какие-то выводы из этой истории. Ситуация с картиной Репина – это стечение обстоятельств. Работа музея может быть идеальной. Но всегда есть риск инцидентов, если посетитель неадекватен. Конечно, существуют различные меры безопасности. Скажем, если зритель близко подойдет к стене, где висят картины, сработает сигнал. Но люди, замыслившие недоброе, могут предпринять нечто настолько экстраординарное, что никто не успеет среагировать. Поэтому нужно быть максимально готовыми к происшествиям разного рода, думать об этом. Кроме того, охрана должна работать максимально внимательно. Видеонаблюдение обязательно надо проверять, а не относиться к нему как к формальности. В конце концов, неуравновешенного посетителя всегда видно. ГМИИ ПОЧЕРКИВАНИЕ 5 Инсталляция японского художника Тадасии Каваматы на птичьих правах. Парасайт проект. У копии скульптуры Давид Микеланджело Бонаротти в Государственном музее изобразительных искусств имени АС, Пушкина фото, ТАСС, Артем Геодокян, у вас бывают зрители, которых охрана расценивает как неуравновешенных. Да у нас периодически бывают такие люди. Служба безопасности и смотрители более пристально наблюдают за такими посетителями, стараются держать их в поле зрения. Если посетители вызывают подозрения, но при этом не нарушают правила посещения музея, то у нас нет оснований не пускать их в музей или требовать покинуть залы. Мы периодически встречаем неадекватную реакцию со стороны посетителей на просьбы соблюдать очевидные правила поведения в музее. К сожалению, не все понимают и принимают подобные ограничения. Мы обучаем сотрудников музея, как вести диалог в таких ситуациях. Справка из вести Марина Лошак окончила Одесский государственный университет М.И. Мечникова. С 1984 года работала в различных московских музеях и галереях. С 2012 года арт-директор Московского музейно-выставочного объединения Манеж. С 2013 года директор ГМИИМ, А.С. Пушкина. Член экспертного совета премии Кандинского.